Сегодня будем пересаживать ту еловую риббон до дальнейшего его роста. Год назад мы ее сюда садили точно так же. Мы просто решили оставить ее и сделать из нее шедевры. То есть шарики, так-то она разляпишься, растет. Стряхиваем всю землю, не бойтесь стряхивать всю землю. Сейчас упаковываю ее и отправляю, она будет 10 дней у меня лежать. Я сейчас прикопаю ее, она будет 10 дней лежать, ничего страшного, главное поливать, не дать пересушить корням, корешки вернее. То есть проблем никаких с этим нету, кто там САКС, МКС, ЗАКС, вот открытый корень сажает, сейчас будет сажать и осенью вы увидите, какая прекрасная будет туя. Да, уважаемые господа, есть покупатели, которые просто покупают, приезжают прямо сюда и им вот так выкапывают. То есть им выкапывают не вот так, а вот так вот, вот так вот выкапывают, вот так выкапывают, заворачиваешь это в пакет, они везут домой и у них пропадает. Как может пропасть? Когда я выкапываю вот так, сажаю и у меня не пропадает. А то, что лучше приживается, это, так, АБКС, АЗКС, это спорить можно долго, ко мне приезжает много огромномов. И остальных, таких более грамотных, более умных людей, которые рассаживают хвойные уже сотнями тысяч лет и рассказывают мне про что-то небылицы. Вот ком мы выкапываем и продаем вот так вот, отсылается, конечно, она поменьше, мы издираем землю тут вот так вот, но все равно земля вся не издирается, там где-то оставляется процент. Это все идет в гидрогель, потом упаковывается, в пакеты она прекрасно доходит. А здесь же мы сажаем вот так, чтобы земли здесь больше осталось. Вот посмотрите, она лежит на солнце, вы думаете, она не будет расти, будет с удовольствием. Причем любая, что бы это ни было, елку могу выкопать, так же, так же прекрасно выкапываю елку, и она тоже приживает. А меньше экземпляры вообще идут с голым, с открытым корнем. Вот эту елочку могу выкопать прямо сейчас, и она у меня пойдет, пересажусь. Ничего с ней не будет. Хоть и не рекомендуется, когда почку бьет елка, не трогать ее. Я извиняюсь за мои галоши, парадный обувь я не одел. Специально для съемки видео. Ну, вы согласитесь со мной, что у галоши намного удобнее. Тем более, погода у нас не радует пока. Вот, расцветили кол, открытый корень, открытая корневая система, сейчас пойдет садится. Еще раз, уважаемые господа, если вы приезжаете к нам, мы вам выкапываем вот в таком виде. Вы приезжаете домой, сажаете ее, и она у вас растет. Чтобы загубить такое растение, надо очень постараться. Мы же это делаем, пересаживаем без кома, то есть, стряхивая землю вот так. Вот видите, корневая, вся корневая. Сейчас я посажу вот это вот растение, и осенью оно пойдет. Осенью оно будет, сейчас оно растяжется, я вам покажу, как оно растрить. Ну, для начала хватит, сначала осилим этот объем. Затем, перейдем к этому. Ну что, пойдемте на место посадки. То есть, земля, вы видите сами, пластилин. Ну, если его сжать. А если не сжимать, то, вот, видите, вот, пластилин. Никаких умудрений, даже хвойного опада не добавляется. Главное, что оно будет поливаться сутками. Берется саженец. Ну, я хочу сделать их все на ножки и все шариками. Поэтому, вот так пока обрезаем. Это первая стрижка. Потом стрижка будет получше. По кругу смотрим. Ну, вот так, бежим. Вот оно все. Все, ставим. Засыпаем землей. Ну, соответственно, равномерно. Это напротив это, это напротив это. Расстояние примерно такое же. Сантиметров 25. Здесь она будет сидеть долго. Не будет продаваться, пока не достигнет той нужной формы, которой я захочу. Не знаю, для чего люди выписывают растения. Наверное, для того, чтобы вырастить его правильно. Если вы выращиваете тую. Ну, это да, это более крупные экземпляры. Я, у меня видео есть там, где я мелкие экземпляры тоже сажаю. И с 2000, где 3 штуки пропало, это, ну, вы извините меня, это смех. Так она будет более набитая. Для чего мы обрезаем? Для того, чтобы она была более набитая. Более набитая желтая тура. Имела хоть какую-то форму. Так, если честно, она очень бесформенная. Ну, когда она пойдет, нам уже будет смотреть. Вот, барабан стоит. Барабан сделали. У него шарик, два ствола. Ничего страшного тоже. И там дальше еще один. Ну, как бы, нормально. Вот, с этого, что будем делать? С этого, что будем делать? Да, придется резать. Это вот то, что надо не нам, а ей. Видите, где на солнце, она желтая. А с другой стороны, она такого салатового цвета, а здесь желтая. Видите? Сейчас она будет стоять полностью на солнце, я думаю, очень прекрасно будет расти. Ну, посмотрим, сколько из этого всего пропадет. Я вам сто процентов говорю, что ни одной не пропадет. Я мог бы посадить ее через 10 дней, она бы тоже не пропала. Вот сейчас полежала у меня в прикопе. Кстати, я сейчас буду доставать из прикопа, которые там лежали, такие же и лоу-рибы. Они лежали в прикопе у меня. Какого месяца? С декабря? Да, где-то с ноября. С декабря. С декабря месяца. Понимаете, так и охота оставить ее в таком виде. Да, она пышноватая, она дальше пойдет, но я понимаю, что, ну, не стоит. Зачем? Она бесформенная, поэтому сейчас мы из нее сделаем более-менее, оккультурим. Даже вот этот верх. Можно было убрать. Это не нужно. Можно было, а нужно. Все. Вот. Первый корень пошел, корневая шейка. Вот. Отступаем 2 сантиметра. 2 сантиметра это корневая шейка. Вот это корни уже идут. Это уже надо засыпать. Засыпаем. Придавливаем. Устанавливаем ее ровно. Все. Посаживаем. Идем дальше. Итак, продолжаем. Вот земля, вот смотрите, вот где-то она нормальная, просохшая. Я просто говорю, с временем очень напряженную. Мы сажаем великий праздник 9 мая. Так что у нас праздничный, такая посадка праздничная. День Победы. А в День Победы, как известно, приживается все. Все, я думаю, понятно и ясно. С вами был Евгений Филимонов, питомник Хвойный дворик. Всего доброго. Ставьте лайк, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал. Удачи. Всего доброго. Еще раз. С днем Победы вас. С днем Победы. 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 Продолжение следует...